Добрый вечер! Здравствуйте! Милые жительницы Челябинска и примкнувшие к ним восемь с половиной мужчин. Мне кажется, я даже преувеличил. Любимая шутка Александра Васильева о том, что на его мастер-классы приходят в основном женщины, уже стала приветственной фразой. Знаменитый историк моды, театральный художник, декоратор, коллекционер, преподаватель, автор книг и телеведущий. Редкий пример человека, который успевает все. В год я делаю 12 выставок приблизительно. И также много делаю книг, но они тоже о моде. Очень много читаю семинаров, они тоже посвящены моде. Я делаю фильмы, программы и очень много выезжаю с моей частной школой в разные страны. Тоже эти выезды посвящены моде и стилю. Так что я пашу одну и ту же книгу, но при этом использую разные инструменты. Когда трактор, а когда и барану. Стилю, конечно, иконы, потом они и стиля, чтобы выучить что-то о стиле. Не все люди владеют этим, потому что мода слишком ветрена, чтобы ей следовать. И я, конечно, специалист больше по истории моды. Современная мода – это мой заработок, это то, что людям проще. Прощание с высокой модой было в 60-е годы. Все травмировалось в эпоху хиппи. Как только пришел унисекс, сразу все пошло на свалку. Дело в том, что единственное, что может сохранить элегантность, что сохраняло элегантность – это гендерные различия. Мужской стиль и женский стиль. Но так как женщины самостоятельно взяли у мужчин абсолютно все, начиная от пиджака, который они сделали жакетом, брюками, мужской обувью, рубашкой, смокингом, бабочкой, биретом, котелком, короткой стрижкой. Все виды одежды, которые сейчас носят женщины, они кроме платья имеют мужское происхождение. Даже колготки сначала носили мужчины, а только потом женщины. Сейчас как раз кич и дурной вкус в почете. Сейчас в моде едкие цвета, ярко-розовый, в моде леопард, блестки, стразы. Все то, что мы так долго отрицали, сейчас очень популярно. Сейчас модно носить колготки с босоножками, сейчас модно носить жуткие кроссовки очень большого размера, которые делают ногу женщины равной 43-44 размеру, так называемые ugly shoes. И я не могу сказать, что это очень все элегантно. Сейчас такой период. Мы подходим к следующему десятилетию. Начнется меньше, чем через год. И значит, как вы знаете, мода всегда резко меняется, каждые 10 лет. То есть то, что мы видели в этом десятилетии, а именно 2010-е годы, ну, канет в лету и начнутся 2020-е годы, будет совсем другой стиль. Мне нравится путешествовать. Но если бы это мне не нравилось, я не вел бы мой стиль жизни, потому что я путешествую каждый день в новом городе. Это трудно для личной жизни, это трудно для здоровья. У меня почти все ночи бессонные, потому что я путешествую по ночам, чтобы успеть. У меня, как правило, подъем в 3 ночи или в 5 утра, выезд в аэропорт и новый город. Тогда я могу успеть так много сделать за одну неделю. Когда открывал выставку на Нижегородском вокзале, там очень красивые модели за 100 лет. Потрясающе. Я спросил у одной обывательницы с наклеенными ресницами, скажите, вам понравилось? Она сказала, ну, не то, чтобы понравилось, сейчас-то у меня получше наряды. Я посмотрел на ее тщедушный вид. Мне так было жалко эту дамочку. Она ни черта не поняла. Она смотрела только сквозь призму собственного гардероба. Она не оценила дизайн, работу, вышивку, аппликацию, значимость персоны, которая носила эти вещи. Все прошло мимо нее. Я сегодня был в трех антикварных магазинах в Челябинске. Очень много купил. У вас очень недорогие антикварные магазины. Очень хороший выбор. Я просто в восторге от вашей антикварной торговли. Я сегодня радовался безумно. Меня Челябинск часто видит. Я даже планирую делать здесь выставку на РЖД. Это все планируется на вокзале. Но так как у вас будет здесь саммит огромный, шанхайский, то мне сказали, что и вокзал тоже закрывается на генеральную перестройку. И поэтому мой план, которым я был, в августе открыть здесь выставку, как мне сказали, переносится еще на год. Так что я привезу сюда мою выставку. Я считаю, что это тоже очень польза большая. Вашему городу, в котором много положительных моментов. Особенно мне нравится ваш художественный музей. Я всякий раз стараюсь туда сходить. Для меня источники вдохновения, их только два. Это природа и искусство. Я верю в эти два самых мощных толчка. Поэтому я очень много путешествую в музеях. Вот только что посетил неделю, был в Венеции. Я хожу по галереям, по храмам. Мне очень нравится живопись, скульптура. Я собираю старинные костюмы, как вы знаете, для меня это очень все важно. И природа, ее красота, безусловно. Это животные, птицы, рыбы, насекомые, леса, поля, цветы. Это такой источник вдохновения. Для меня это два. Для некоторых источник вдохновения это спорт или обнаженная женщина. Для кого-то источник вдохновения это деньги, игромания. Такие тоже и люди есть. И я допускаю их существование. Нужно все.